Отсутствие любви к себе, непринятие своей внешности могут привести к плачевным результатам. Именно такие люди чаще всего становятся жертвами пластической хирургии, портят своё здоровье и тратят огромные деньги на достижение несуществующего идеала. Джослин Вильденштейн – 83-летняя экстравагантная бывшая жена миллиардера, чьи фотографии вы наверняка видели хотя бы раз в своей жизни. Героиня этой истории сделала столько пластических операций, что превратила своё лицо в страшную застывшую маску. Джослин хотела стать женщиной-кошкой, но что-то явно пошло не так. Лицо выглядит опухшим, глаза маленькими, кожа сильно натянутой. Всё это приводит к мысли о том, что Джослин просто очень много пьёт, но на самом деле всё совсем не так. К такому плачевному результату привели многочисленные пластические операции Джослин. Но как она пришла к такой жизни, что привело когда-то красивую женщину в такое печальное состояние. Джослин родилась 5 августа 1940 года в швейцарской Лозанне в небогатой семье. Отец девушки был продавцом, мать занималась домом и детьми. У Джослин была очень приятная женственная внешность, своей привлекательностью она стала пользоваться 17 лет. Джослин знакомилась и встречалась с богатыми влиятельными мужчинами, которые могли подарить ей счастливую жизнь. Есть предположение, что девушка даже занималась проституцией, но доказательств этим слухам не было найдено. Жизнь женщины изменилась в 1977 году, когда она познакомилась с миллиардером Аликом Вильденштейном. Между яркой красавицей и властным мужчиной сразу вспыхнули чувства, завязался бурный роман. В 1978 году женщина вышла за Алика Вильденштейна – арт-дилера, миллиардера, заводчика скаковых лошадей и жуткого бабника. Джослин безумно любила своего мужа, который был очень падок на красивых женщин. Именно ради Алика героиня нашей истории сделала свою первую пластическую операцию. Ведь Джослин нужно было удерживать внимание любвеобильного мужа. Первую операцию она сделала для того, чтобы получить особый разрез глаз, который так нравился обожавшему кошачьих Алику. А потом Джослин просто не смогла остановиться. Так началась зависимость женщины от хирургических вмешательств в свою внешность. Проще перечислить операции, которые Джослин не делала. Ведь женщина прошла через столько процедур по изменению своей внешности, что в какой-то момент лицо швейцарки просто утонуло в филерах и ботоксе. Причем у специалистов нет единого мнения, сколько раз Джослин ложилась под нож, как ей неизвестно точно, какие именно операции она проводила. Эксперты сходятся во мнении, что Джослин точно делала ринопластику – круговую подтяжку лица. А еще вводила гиалуроновую кислоту в губы и щеки, удаляла комки Биша, устанавливала импланты в подбородок и скулы, растягивала уголки глаз, чтобы получить кошачий разрез. Как видите, список действительно очень большой. Очевидно, что ни одной симпатичной женщине не нужно столько операций, они просто превратят лицо в застывшую некрасивую маску. Так и случилось с Джослин, внешность которой из приятной стала отталкивающей. Причем сначала она отрицала факт проведения пластических операций, когда о них спрашивали журналисты. Джослин говорила, что дело в естественных процессах старения. «Когда мы молоды, есть определенная свежесть, которую мы теряем с годами. Я думаю, что тогда я просто была симпатичнее». Но операции по изменению внешности не помогли и сохранить брак. Джослин развелась с мужем в 1999 году. Причиной расставания стала измена Алика. Жена застала супруга с молоденькой девушкой, что стало для швейцарки настоящим ударом. Интересно, что любовница Алика, русская модель Любовь Ступакова, позже стала законной супругой миллиардера. Что касается Джослин, то она была сильно уязвлена, а потому хотела отомстить мужу. Обиженная женщина точно не собиралась расставаться мирно. В итоге Джослин получила 2,5 миллиарда единоразовой выплатой. К тому же каждый год на протяжении 13 лет ее счет пополнялся на 100 миллионов долларов. Эти колоссальные деньги Джослин тратила на дорогую одежду, украшения и все те же пластические операции. Это привело к тому, что уже через три года после того, как она перестала получать ежегодные выплаты, ее адвокаты подали официальное ходатайство о банкротстве, что немыслимо с ее состоянием. Пытаясь вернуть свой прежний образ жизни, Джослин согласилась стать героиней документального фильма и реалити-шоу, в котором будет рассказывать историю своей жизни. В какой-то момент отрицать наличие хирургических вмешательств в свою внешность стало просто глупо, поэтому Джослин начала честно говорить о них. Женщина признавалась, что некоторые процедуры негативно влияли на состояние ее здоровья. Так Джослин потеряла периферийное зрение после имплантации щек. При этом такой страшный факт не заставил ее остановиться. Она лишь сказала, что вполне может смириться с такой потерей. После развода Джослин еще раз вышла замуж. Избранником стал дизайнер Ллойд Кляйн, который также часто прибегает к услугам пластических хирургов. Совместные фотографии пары выглядят жутковато из-за неестественности их вида, но главное, чтобы им самим нравилось то, что они сделали со своей внешностью. Погоня за красотой может сыграть злую шутку с человеком, особенно в том случае, если он начинает менять себя в угоду другому человеку. На этом все, друзья. Делитесь видео, пишите комментарии и ставьте лайки. Пока!